Прозрачным утром На мокрых крышах О чём соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Открыты двери, уютней стало Заходи на чай Мы будем вместе листать сначала Старка летать О дни большого города говорят Антенны шепчутся на мокрых крышах О чём соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Мы должны узнать формулу Ну как ты же не отдашь её на исследование К тому же отец писал, что по составу невозможно вывести формул Ну всё-таки наука шагнула вперёд за это время Постой, ну это опасно Вещество могут изъять Это же такой важный материал Знаешь, а я Андрея попрошу Пусть он исследует Я ему абсолютно доверяю Слушай, это очень разумное решение Эль, очень разумное решение Ну что, эпопея с привидениями закончилась? Мелетина Петровна может спать спокойно? Слушай, ужасно Я её так напугала Довела человека до обмора Ничего, ничего Ничего же не случилось Да нет, ну знаешь, мелетина мнительная такая Я не хочу, чтобы из-за меня потом кошмары снились всю жизнь Ну тогда признайся Ну придётся Признайся, что никаких привидений нет и не было Наверное, а то у меня просто совесть мучает Так, вот это надо получить Мам, ты чего? Там же тепло Вечерами там бывает очень даже холодно И не надо со мной спорить Ты подарки упаковала? Да чего вы так суетитесь? Я только завтра уезжаю Я сто раз успею собраться ещё Так, сынок, всё лучше делать заранее Ну что, волнуешься? Да есть немного Я вообще не очень люблю все эти сентиментальные встречи Знаешь, небось, плакать будут, да? Ну а ты как хотел Конечно будут Слушай, я тебя очень прошу Ты давай там без этих своих словечек Круто, прикольно Они всё-таки люди пожилые С ними надо как-то поуважить Маме, ну я всё понимаю Ну хватит мне лекции читать Я в конце концов взрослый Мы, между прочим, завтра с Гулей идём В ЗАГС заявление подавать Или ты забыла? Ну даёт, а Ну как я могу забыть, что мой сын женится? Балда В ЗАГС-то успеете? Ну да, самолёт четыре А идём мы с утра в ЗАГС А, подожди, сынок Это значит, получается Ты когда прилетишь к бабушке с дедушкой Ты уже будешь знать точную дату регистрации, да? Да Не забудь пригласить их на свадьбу Господи, сколько же у тебя будет На свадьбе народу-то, а? Правда, один будет только всё слышать Ну почему один? Может, одна Ну, может, и одна Ну, мы ей потом фотографии покажем Так и будешь дуться? Ну, я не дуюсь Ну что, я не вижу, что ли? Может, хватит мне ревновать? Может, хватит давать повод? Ну, ты повод везде найдёшь Ну что, мне теперь поговорить ни с кем нельзя? Я просто объяснила Антону, что у него нет никаких шансов А, я всё-таки просто объяснила И судя по тому, что я видел Он не понял Ты понимаешь, что ты меня обижаешь своим недоверием? А А ты не обижаешь своим поведением Ну, не кажется ли тебе? Что ж, ты не права? Потому что, если бы я так себя вёл Если бы я флиртовал на твоих глазах с другой девушкой И при этом бы ты знала, что она в меня влюблена Как ты бы себя повела? Ну, я бы точно не стала обижаться Конечно И играть в молчанку А просто бы откровенно, бы с тобой поговорила Это что? Молоко нам же нужно Я вижу, что молоко Но это плохое молоко Ты отравиться, что ли, хочешь? На Молоко, как молоко Так, вот, ну не умеешь, не лезь Иди поставь на место Все И сок еще возьми И что, по-твоему, это хороший сок? Он-то тебя чем не устраивает? Я собираюсь к дочке, понимаешь? А он, этот сок, из одних консервантов А я хочу купить все самое лучшее Потому что ее родственнички Они меня с потрохами сожрут, на Перестань Люди же смотрят Ну, тише, можешь себя вести? А что мне эти люди сдались? Они мне кто? Ты меня лучше слушай А что вы нам один пакет даете? Пожалуйста, возьмите еще Спасибо, я знаю, вы потом эти пакеты на рынке продавать будете Что вы такое говорите? Я знаю, что я говорю Обдирать нас Нормальных, порядочных людей будете А вы перестань Что перестань? Тебе это все нести? Ты хочешь по дороге продукты все растерять? Они прочные А вас вообще никто не спрашивал Ну все, хвалят с меня Достала уже, стервы С тобой ни один нормальный человек жить не сможет Ну и катись отсюда! А что смешного-то? Давай, работай Так, подгузники закончились Ну и ничего, пеленки будем стирать Майя, Майя, ты не переживай Наш ребенок ни в чем не будет нуждаться Я работу собираюсь найти Серьезно? Да На киностудиях? Ну, нет, почему сразу на киностудии? Не важно где, главное, чтобы на жизнь хватало Нет, а как же учеба? Ну, что учеба? Учеба подождет Мне главное, чтобы У меня дети семья, если сейчас есть Нет, так не пойдет Я не потерплю, чтобы ты учебу бросал Ну, постой Ну, не я первый, не я последний У кого мечта не сбывается И поэтому я хочу, чтобы вы были счастливы Так, все, мы будем счастливы Только тогда, когда ты счастлив А ты, если не построишь карьеру актерскую Ты будешь страдать Талантинь, ничего, что преувеличиваешь Так, все, тихо, разговор закрыт Если ты запустил учебу, значит, позанимаешься и нагонишь Не делай ошибки Если что, я буду тебе помогать Хорошо? Знаешь, если у нас уже в начале отношения начинаются конфликты То, мне кажется, дальше можно не продолжать О, как ты заговорила-то, смотри-ка А чего ты хотел? Я не собираюсь всю жизнь выяснять отношения Я тоже Я выхожу замуж, чтобы прожить в счастье А ты ведешь себя, как мальчишка Вот, ну что? А я тебе скажу, как избежать вовремя? Надо просто следить за собой И начинать с себя И тогда проблем вообще не будет Ну все, хватит Я за тебя не выйду, понял? Да я тоже Теперь не собираюсь Ой Здрасте Что за шум такой? Что женишок с невестой ссорится? Ребят Ну зачем вы так? Ни к чему Пойдемте лучше отметим Вот я тут всяких вкусностей купила Максим, возьми сумки Зятек Ой, пахнет-ка вкусно Ванилька Да, решила С верничками своих Побаловать Ой, Елена Петровна Слава Богу, вы в добром здравии Я так испугалась Когда вы в обморок там упали Ну ладно, уж успокаивать-то Вы Сами решили, что старуха с ума сошла Да, я вам Точно говорю Я своими глазами видела Это привидение Высокое В белом Вот я Что думаю Если вы его не видите Значит, оно пришло По моей душу Значит, скоро мне На тот свет Отправляться Слушайте, ты что вы такое говорите Милитейна Петровна Милая, да вам жить да жить Да И Леонора Генриховна Жизнь непредсказуемая Утром проснешься А вечером тебя уже нет И уже на том свете Нет никакого привидения Не надо меня успокаивать Мне только о свадьбе внука погулять А так уж, господи Милитейна Петровна Дорогая, ну я Я вам признаться должна Ну, привидение Это я Ну, это я Простукивала стены В пустой комнате Это меня вы видели В эту злополучную ночь Ну, простите меня Ну, простите меня Пожалуйста Ну, вы теперь успокоились Вам Вам абсолютно нечего бояться Я вам никогда этого не прощу Я вам никогда этого не прощу Я вам никогда этого не прощу А вот цвет твоей любимой конфетки Ну, что ты стоишь Как неродная Свет Ну, ты прости, что мы с тобой Часто ссорились Ну, я не смогла остаться равнодушной К тому, что ты выходишь замуж Ну, все обиды в прошлом, да? Да ладно, мам Ты береги ее, Максим Она у меня единственная Да, я Постараюсь Ну, и что, может быть Бокалы на стол поставишь Или Ты не рада, что я пришла Нет, мам Я рада очень Да? Ну, оно видно Вот стоишь, как вкопанная Может быть, ты хочешь Я уйду Нет, нет, что вы, что вы Останьтесь Я сейчас Только схожу За штопором на кухню И мы Света, как-то Накрой на стол Надо все-таки Праздновать Как же можно было Так долго трепать нервы Старой Больной женщины Не лети на петлю Голубушка Ну, простите меня Ну, правда Я ужасно виновата Перед вами Ну, знаете Ну, простите меня Багуля Там Наша общезнакомая Алла пришла Хочет нас Со Светой Поздравить Алла? Ну, а где твои? Бабушка Сейчас придет А Отец С матерью? Отец На работе Мама тоже на работе Ну Наверное, это К лучшему Садись Хочу то сказать Ну что, Свет Вот Ты уже выросла Совсем Большая Замуж выходишь Мать Родную не спрашиваешь Мам Ну, я же уже взрослая И потом Мне с Максимом хорошо И мы любим друг друга Любите? А я? Ну, мы По возможности будем Приезжать к вам Навещать Стараться Да Раз в году Нам мой день рождения Мам, ну Ты же тоже Своих родителей Не часто навещала Когда от них уехала А ты меня что Сейчас этим упрекаешь? То есть Ты хочешь сказать Что я была Плохой дочкой И вот теперь Никудышная мать? Я этого не говорила А я между строк Умею читать Или ты что Думаешь Что ты здесь Одна такая Грамотная? Мне кажется Наш разговор Пошел не в то русло А в какое русло Должен пойти Наш разговор? Ты думаешь Вот так просто Можно у меня взять Забрать родную дочь? Ну конечно Там где Алла Там и скандалы Ты чего сюда пришла? А? Я пришла К дочке И имею право Ты свои права Будешь Отставить в другом месте Понятно? А сейчас Вон из моей комнаты А, Свет Скажи Ты что Вот позволишь Вот так вот Выгнать свою мать? Мам Я к тебе Потом зайду Ну смотри Как бы поздно Не было Ай 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 Так 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 Ай Чертонушка Какой-то Так Так Что ты будешь делать А? А? Ты чего, Степа? Ты что? Что с Гришкой? С Гришкой сделку оформил? Господи, Степка! Степка! Ну, поздравляю! Ну, поздравляю! Ну, поздравляю! Ну, поздравляю! Слава Богу! Вопрос уложен! Все! Все! Поздравляю! Все! Теперь Гришка будет жить в комнате, которую я ему купил, а я уж извините, тут с вами! Слушай, ну я за тебя очень рада! Вернее, я рада за всех нас! Не говори! Не говори! Прям камень с плеч! А то я было испугалась, что Гришка сюда опять жить вернется! Это же ужасно! Что творилось, когда он тут жил? Ну, ладно! Ну, перестань! Я же тоже, в общем, жрец-то был не сахар, да? Ну, если честно! Ну, ладно! Ну, все! У тебя, конечно, бывали закидоны, но ты же покладистый! Тебя прикритнешь, и ты спать! А Гришка? Он же хороводил всю ночь, а никого не слушал! Так что все! Все, девочки! Я теперь законный владельец этой жилплощади! Будем жить долго! Счастливо, так сказать, в мире и в полном согласии! А ну иди отсюда! А я вообще не к вам приходила, ясно? И не вам меня выгонять! Да! Здравствуйте! Здравствуйте! Ой, простите, я не помешаю, я на минуту! Да что вы, Леонард Генрихович, заходите! А что там за шум, не знаете? Ой, это у милитины, кажется, Алла к ним пришла! О, ну все, конец празднику! Так, ну-ка, иди-ка вещи собирай! Давай-давай! Прошу вас, садитесь! Спасибо! Может чайку? Нет-нет, спасибо! Андрюша, я к вам по делу! Да? Я вас хотела попросить, не могли бы вы исследовать вот это вещество? А что это такое? Я, к сожалению, пока не могу вам ничего сказать, но поверьте мне, это ничего противозаконного! А что вы хотите узнать? Все! Все и как можно подробнее формулу, свойства, на что оно способно! Я вас очень прошу, сделайте это для меня! Ну, хорошо, я сделаю! Еще одно! Вот какой бы результат вы не получили, вы, пожалуйста, пусть это между нами останется! Андрюша, я вам обещаю, я вам все потом объясню! Хорошо! Спасибо! Девчонки! А я решил Тамаре предложение сделать! Правильно! Молодец, Степа! Я, конечно, ее мало знаю, но с виду она женщина хорошая, приличная! Зинаида Алексеевна совершенно права! Я же с Тамарой давно работаю! Ну, у нас с ней разные времена были, и ругались, конечно, ссорились, смирились, но женщина она замечательная! Очень хороший человек! Ага, ага! Спасибо тебе большое, что ты познакомила нас! Ой, да ладно тебе, Степ! Ну, я же сразу почувствовала, что у вас очень хорошая пара может получиться! Ой! А ты бы, Степочка, подождала бы пока со своими благодарностями-то, а? Принесла? Нелегкая! А что? А будет тебя эта тетка похлечь твоей иностранки? На улице окажешься! Ну, ты по себе не судишь, Алава? А вы вообще помолчите, Зинаида Алексеевна! Вы на дочь вашу посмотрите! То к одному берегу, то к другому! Не смей своим грязным языком мою дочь вспоминать! А я что вижу, то и говорю! Тамара очень хороший и порядочный человек, в отличие от некоторых! А-а-а! Ну да, ну да, ну да! Это до поры, до времени, пока штампик в паспорте не будет! Ага! А потом она Степочка покажет свое истинное лицо! Слышь ты, не надо так говорить о женщине, которую я люблю! Ой, какие мы стали нежные! Я прямо сейчас расплачу, Степ! Только плакать тебе-то придется! Эти факты наивные, эх ты! Это не нужно! Это не нужно! Это возьмем! Это возьмем! И это возьмем! Тим, мы так не успели! Это же важнее будет! Ребята, вы там справляетесь? Да, нормально все, пап! Я не мешаю, не мешаю! Собираетесь? Да, мам! Ну, что с тобой? Алла пришла! Ты представляешь, такие гадости стала про Тамару говорить! Прям слушать противно! Ну так ты и не слушай! Угу, ты же знаешь, ее заткнешь! Понимаешь, удивительно! Вот у самой жизни удалась, так все вокруг виноваты! Понимаешь, мы все плохие! Да не обращай внимания! Угу, не обращай внимания! Понимаешь, Андрюш, ну обидно! Степана жениться на Тамаре хочет, а она, понимаешь, ее грязью поливает! Ну что это такое? Да перестань, Степан, умный мужик! Ему совершенно плевать, что говорят о его любимой женщине! Главное, что он ее любит! Плевать! Ну ты чего? Там же дети! Ну и что? Они тоже этим и заняты! Ты чего пришла? Склоки устраивать? Без тебя у нас благодать, тишь! Да это только видимость одна! Угу! Вы все здесь в тихом омуте черти водятся! Слышал, ты бы лучше ушла, а? Я, конечно, человек тихий, спокойный, но могу! Да? Могу не выдержать! Ну и что? И что ты мне сделаешь, а? Я прошу тебя, уйди! Нарисовалась дочь родная! А? Ну не, ну конечно! Не, чтоб мать подержать! Ты вон на их стороне, да? Да потому что ты ведешь себя как… Кто? Кто? Ну, ну заговаривай! Давай, давай! Оскорбляй меня при всех! Давай! Алла, прекратите! Да поморчите вы, а! Ну что? Ну, замуж выходишь, да? Мать на прописку променяла! Ну, да что ты несешь? Прекрати! Прекрати! Ты же мать! Ты же женщина! Успокойся! Опомнись! Да не лезьте! Вы все в нашу жизнь! Ясно? Это моя дочь! И моя семья! Понятно? Уже нет! Инга! Привет! Привет! Ты с работы? Ну как? Как работа? Много заказов? Ну что, достаточно! Начальник наш молодец! Много новых клиентов привлек! Ну да, ты говорила! Он у вас толковый мужик! Ты к нам? Ну, да! Да! Надеюсь, мама мне не прилепит чем-нибудь тяжелым по башке за то, что я попытаюсь сейчас переступить порог ее дома! Ну ладно, ты чего? Она хочет злиться на тебя, но все-таки ты же ее сын! Ну да, я уж в последнее время сам начинаю об этом забывать! Знаешь, мне кажется, что она очень хочет с тобой помириться! Ты же ее знаешь! Она такая гордая у нас! Да-да-да, она такая! Это ошибок-то не прощает! Ну что, пошли! Если что, Макс тебя защитит! Да ладно, я все равно на минутку! Ясно! Так, вещи собрать! Вот! Я... Я уехать решил! Ну как уехать? Куда? А, не знаю! Куда угодно! В другой город! Подальше! Надо же, как быстро все-таки время летит, а! Сын уже вырос, женится! Да, я за них очень рада! Они хорошая пара! Угу! Вообще семейство Захаровых процветает! Кто ж не позавидует такому прибавлению в семействе? Пойдем чай пить! Пойдем! Пусть наша свадьба будет скромной! Ну, нет, Гуль! Мы же восточный народ! У нас принято гулять на полную катушку! И потом, свадьба бывает один раз в жизни! Ну, не скажи! Некоторые, допустим, женятся по нескольку раз! Ну, это не про меня! Ты у меня одна и на всю жизнь! Слушай, Гуль, а может быть нам устроить свадьбу в один день с Максом и Светкой? Угу, Тимка! Я не думаю, что это хорошая идея! Да нет! Представляешь, какая будет веселуха! Столько народу! Два жениха, две невесты! Тим, но невеста должна быть одна! Ты этого что, не понимаешь? Нет! Наверное, я этого не понимаю! Тимур, я хочу свой праздник! Ну? Свой! Чтобы на нем были только мы, наши родные и близкие! А ты предлагаешь устроить из свадьбы какую-то вечеринку! Гуль, Макс мой лучший друг! Я с ним поговорил, он не против! Ну, значит, скажи, что ты передумал! Нет, я не буду так делать, Гуль! Это глупо! И вообще, все решено! Ну, значит, женись теперь на своем Максиме! Раз тебе его мнение дороже, чем мое! Вот Алка, зараза, а, шалава! Убирай я за ней еще! Ой, Инга, ты представляешь, что здесь Алку устроил? О, нарисовался, а! Здравствуй, мам, я ненадолго! Елена Петровна! Ты пошел бы он свою эту бабу утихомиривал! Она не моя! Вот Коля за вещами пришел! За вещами? Интересно! А куда это он собрался? А тебе не все равно, мам? Да нет, конечно, все равно! Собрался и катись куда хочешь! Уезжает он! С катертью дорожка! Чтобы мои глаза его больше не видели! Мам, прости меня, прости! Да, я виноват перед тобой! Я причинил много горя, прости! Извиняется он! Раньше надо было извиняться! Сейчас уеду, никому не буду мешать! Коль, не мешаешь ты никому! Коль, слышишь? Нет, я уеду! Так будет лучше! Так всем будет лучше! И мне будет лучше! Знаете, мне тоже трудно! Знаете, вроде рядом, а вроде чужое! Нет, не могу! Так, уеду и буря тихая! Вот и езжай! Езжай куда хочешь! Езжай! И останавливать тебя никто не будет! Так, да? Коль, я с тобой уезжаю! Макс, ну я же правда с ней помириться хотела! Да! Ну ты же знаешь, какая она! Это бесполезно иногда бывает! Я думала, что она хоть немного потеплеет, когда узнает, что я замуж выхожу! Так нет же! Она наоборот! Она еще злее стала! Надо же наоборот, понимаешь! Я же единственный человек ее родной! Я понимаю, Свет! Но бесполезно ей что-то объяснять! Она еще не доросла до этого! Ну мне-то как жить с этим? Свет, теперь у тебя есть я! Мы должны друг друга поддерживать! Вся моя семья! Успокойся! Пообещай мне одно! Все что угодно говори! Если ей когда-нибудь понадобится наша помощь! Пожалуйста, не отталкивай ее! Все-таки какая-никакая! Все-таки какая-никакая! Но она моя мать! И я ее люблю! Хорошо! Будем надеяться, что она изменится! И ты собралась с ним, да? Да он муж мой! Мам! Ну ты можешь о ком-нибудь подумать-то кроме себя! Это значит я только о себе думаю, да? Ах вы неблагодарны! Мама! Это ты же помнишь, когда тебе было плохо, а? Кто тебя поддерживал, а? Да! Кто тебя бросает, мам! Как кто? Вы все! Это что же это? Да жила! Никому не нужна! СМЕХ 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 Ну не ерунда! Я не это хотел сказать! Ты меня запутала! Это ты сам себя запутал, Тимур! Ты считаешь свадьбу лишь поводом для праздника! Нет, ты не права, Гуль! Пусть будет так, как ты хочешь! Хорошо! Ох! Уже ссоримся, да? А вам какое дело? А ты мне не груби, мальчик! Тебя вокруг пальцы обвести хотят, а ты и рад! Слушайте, мы сами разберемся! Жених-то завидный! Угу! Я слышала ему коттез шикарный оставляю, так что ты зря с ним ссоришься! Ты сначала зарегистрируй отношения, а потом и права качай! При разводе будешь то делить! Поняла? Мне мама рассказывала, что когда я была маленькая, она садилась рядом со мной и придумала мне будущее! Да, у тебя мама еще тот сценарист! Только она иногда забывает, что ты живой человек, а не вымышленный персонаж! Что ты придумываешь? Ты же знаешь, что мама уже давно признала свою ошибку! Я... Угу! 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 Ну, почему же рано? А вдруг он будет так дёрал, так же, как папа? Поверь, сделай всё, чтобы он не пошёл в эту профессию. Почему? Разве плохо дать в кино? Все о тебе пишут, все на тебя смотрят. Один фильм, а столько статей. Вот это я даже не видела. А, это даже не стоит смотреть. Столько всякой ерунды понаписали просто. А почему же? Мне очень интересно. Послали. Мне ничего не нужно от Тимура. Чего ты перед ней оправдываешься? Ну, конечно. А чего ещё от тебя ждать? Признание, что ли? Что мы вам сделали? Вы можете сердиться на дочь, на Максима, но мы совершенно посторонние люди. Да мне тошно смотреть на таких, как вы, уверенных в неземном счастье. Ну, нет его, этого счастья, понимаете? Ну, нет его! Зря вы так думаете. Я жизнь прожила и много чего видела. Кругом сплошной обман, да? Вот и тебя сейчас обманывают. Тимура, она лжёт. Я люблю тебя. Да противно смотреть на вас. Мне кажется, Мелитина Петровна и Света попросили вас уйти. Вот и идите домой. А я сама знаю, что и когда мне делать. Всё, не могу больше этого. Гуля! Да! Гуля! Идите, идите! Женитесь! Вот когда с голой задницы останешься, вспомнишь мои слова. Руслан страдает из расставания с Линой. Газета переживает по поводу распада такой красивой пары. Я же тебе говорю, они для рейтинга пишут всякую рунду. Слушай, так пишут, даже мне жалко стало. Плакать хочется. Я отдала вещество Андрею. Он обещал провести исследование. Ну, себя-то ты оставила часто? Да. Ну, молодец. Я не хочу рисковать, мало ли что может случиться. Правильно. На себе я это уже испытала. Посмотри, какие замечательные результаты это дало. Выглядишь на двадцать лет моложе. Да я и чувствую себя так же. Ну, вот видишь, как тебе повезло. Ты даже не знаешь, что такое артрит. Но, правда, есть один минус в твоей молодости. Какой же? Через несколько лет ты будешь ухаживать за дряхлым стариком. А вот этого не будет. Почему? Потому что теперь твоя очередь. Ну, и нахалка ты, Алка. Стихам я заговорила. Видно, жизнь тебя мало била. Но ничего, у меня сил хватит. А мы еще посмотрим, кто кого. Ой, Сина, ты права. У меня давно руки чешутся. Слушай, Оль, я тебя так рад видеть, а. Ну, ты заходил бы к нам почаще, что ли. Да некогда, Стек. Да и похоже, я не в самый подходящий момент зашла. А, это... Да это... Это Алка наш. Ходячий, бродячий. Человек-скандал. Э-э, тихо, ну-ка, тихо! Женщины! Чего вы тут за базар-то устроили? Вот вы лучше гляньте. Кого я вам привел, а? Здорово! Здравствуйте. Ты боишься? Нет. Я чувствую себя сказочным персонажем, которому дают попробовать живую воду. Миша! Что? Миша! Слушай, какая я глупая. Оно столько лет проезжало в стене. Мы же не знаем, может быть, его свойства вообще как-то изменились. Нет. Нет, 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 я не позволю тебе его выпить. Это же, это может быть смертельно опасно. Не бойся. Если бы Господь хотел нас разлучить, Он бы не дал нам снова встретиться. ах! 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 что я чувствовала себя абсолютно дешевкой. Ну, не нужно принимать все так близко к сердцу. Знаешь, а ведь она не просто так это говорила. Это ты, это ты дал повод ей так думать. Я? Да, Тимур, ты. А кто же еще? Поэтому она и лезет уже не первый раз за своими советами. А что я мог сделать? Я не знаю, ты мог бы меня защитить. Ты уже раз ей говорил, что ты меня по-настоящему любишь. Гуль, по-моему, главное, что ты это знаешь. Но она-то этого не знает. Она думает, что у нас все несерьезно. Нельзя на все так реагировать. А почему ты так долго мне не предлагал жениться? Молчишь? А я знаю почему. Ты вообще не хотел этого делать. Я предложила, а ты просто не смог отказать. Что? Теперь ты понимаешь, почему я решил порвать с этой профессии? Я не понимаю, почему про других такое не пишу. А ты про других читаешь или нет? Нет, вот и не говори. Если ты порвешь с профессией навсегда, то ты потом меня всю жизнь будешь винить за это. А виновата в этом не профессия, а ты. Ты себя так повел, а я видела, как эта Леночка... Что, Лена? Мне с ней ничего не было никогда. Я люблю тебя. Ты ведешь себя как дура. Что? Что? Как ты меня назвал? Как ведешь себя, так и назвал. Я больше ничего не хочу знать. Гуля, постой! Гуля, постой, я говорю! Все сказала! Постой, я тебя прошу, Гуля! Успокой, ребенка! Успокой! Света, перестань уже. Ну, чего ты себя изводишь и меня завтра? Все, знаешь, как я сказал, слава твою! Я хочу отшить сначала! Какой ты такой, как ты делаешь? Света, ну, ты что делаешь? Да, вы вообще не любите! Добрый день! Добрый день! Что шумим, граждане? Я ваш нововочистковый, Федор Николаевич Макута. Здравствуйте. А кто шумит? Мы по-соседски шумим. А я вообще уже не шумлю. У меня… Я прописку оформил, могу документ показать. Да, да, да. Это хорошо. Но я не по этому поводу. Я вас порадовать пришел. Недолго вам ссориться осталось. В смысле? В прямом. Вас в отдельные квартиры расселяют. Это хорошо. Он увидел путь. Да. УPeter. В первых, в игру срезы. В первыхodях. В первых дниです. Ух, я тебя взял с днем. В первых днем. И что-то, я на самом деле не буду? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»